Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители! Сегодняшний урок по нашей традиции начнется с недельной главы, потому что это еженедельный урок, хоть он немножко с опозданием. Но основная часть урока будет уделена асаретами и чува. Сейчас мы находимся в момент между Рошашаной и Йом-Кипурой, и весь сибирский народ готовится к шаббе с чубой целой. Суббота называется, суббота раскаяния, Йом-Кипур. Но начнем мы с недельной главы. Недельная глава в Аейлах и пошел, причем самая короткая недельная глава, всего лишь 30 предложений, самая короткая недельная глава. На мой взгляд, как бы Всевышний показывает, что надо готовиться к чему-то. То есть, конечно, нужна недельная глава тоже, мы ей уделим внимание, но должно быть еще что-то, кроме недельной главы. Недельная глава начинается, что Моиша уже прощается с иерейским народом. И пошел Моиша, и он сказал еврейскому народу, «Мне сегодня исполнилось 120 лет». Наши мудрецы говорят, что Моиша Робейн уже ровно 120 лет, и он как бы прощается с иерейским народом. Вот это знаменитое выражение, «Чтоб ты жил до 120». Однея ве сри. Многие говорят, что оно прошло именно потому, что Моиша Робейн уже жил 120 лет. Некоторые говорят, что все равно и прошло. Я не совсем желаю до 120 лет. Есть даже такая шутка, когда тетя Соня всю жизнь желали до 120, до 120 каждый день рождения. А потом я такие, слава богу, она дожила до 120, и не знали, что я пожелаю, когда я, ну, день рождения, такие пожелали счастливого дня рождения. Так, но никто, на самом деле, никто не доживает до 120 практически в наше время, хотя мы и желаем. Есть интересный абербанел, комментатор абербанел, который не в нашей недельной главе, он в конце недельной главы берет. Сейчас он говорит, что интересную вещь, он говорит, что у каждого животного, у каждой птицы, есть как бы средний статистический срок жизни. То есть ворон живет примерно столько-то, леопард сколько-то. Если вы пойдете в зоопарк, там табличка обычно висит, табличка средний возраст жизни, сколько каждый должен жить. А абербанел считает, что человек, как бы запрограммировано, как бог создал, человек должен был бы жить 120 лет. Нормальный, здоровый человек должен был бы жить 120 лет. А абербанел говорит, что почему мы не видим этого. А абербанел говорит, что или потому, что люди грешат, и укорачивается жизнь, или они ведут нездоровый образ жизни. То есть может человек быть большим цадиком, но если он не обращается со своим телом, как положено, так тело будет сдавать. А абербанел считает, что на самом деле человек запрограммирован на 120. Интересно, что уже царь Давид, уже царь Давид сказал, что человек будет жить 70 лет. То есть уже во времена царя Давида, как бы срок уязвили. Это интересный момент нашей недельной главы. И еще интересный момент. В начале недельной главы Мойша, то есть пророчество Мойша, которое говорит от имени Всевышнего, что люди, к сожалению, будут грешить. Кстати, из этой недельной главы там намек, что как бы Всевышний, с одной стороны он знает, что будет происходить, но он все равно нам дает право выбора. И после того, как Всевышний рассказывает, то есть он предупреждает Мойшу, что после твоей смерти народ будет грешить, будут всякие неприятные моменты еврейского народа, написано, когда постигнут ему многочисленные бедствия, невзгоды, будет песнь эта свидетельствовать против него. И написал Мошин песнь эту. Что за песнь? Песнь, это многие комментарии говорят, одни говорят, что это следующая недельная глава, которая будет, многие говорят, что песня это Тора. Что когда у евреев невзгоды, и да, евреи, к сожалению, иногда евреи поступают не так, как они должны были поступать, и поэтому Всевышний закон их иногда наказывает. Но сам же Всевышний написал, как выйти из положения. И наше спасение во все года, во всех поколениях, все евреи знают, что Тора, те общины, те люди, которые были близки к Торе, даже когда кто-то отходил от Тора, кто-то, какие-то были неприятные моменты еврейской истории, когда... Бывает ситуация, когда евреи поступают не как правильно, и Всевышний их наказывает, но всегда те общины, те люди, те семьи, в которых была связь с Торой, и не только с Торой, как соблюдать Тору, но с Торой, как изучать Тору. Очень важно Тору, не только как машинально соблюдать обучения законов, но Тору, именно как учить Тору, и соблюдать Тору, и преподавать Тору. Те семьи, и общины, и еврейские, но в целом продолжают существовать. Интересно, что написано, что из каждого изгнания евреи выходили благодаря какому-то великому праотцу. Авраам, Иц, и Яков, последнее изгнание, в котором мы сейчас находимся, к сожалению, очень длинное, написано, что евреи выйдут из него благодаря Моиши Робейну. Написано, как Моиши, если так можно сказать, он выведет еврея из изгнания, некоторые даже говорят, поэтому он похоронен, не в Израиле, он похоронен даже за пределами Эр-Цисрэль, показать, что он будет с евреями, которые в изгнании, но Моиши, это тот, кто выведет еврея из изгнания, поможет нам, и Моиши, тот, кто нам дал Тору, поэтому комментарии говорят, что Моиши это только сделает, если евреи будут учить его Тору, поэтому, действительно, в наше время, если вы посмотрите, огромное количество, слава Богу, Бороха Шам, чтобы только больше Блия и Нара, сколько много Ешива открывается, сколько много молодых ребят возвращается к Тору, сколько много уроков, сколько много всего, действительно, еврейский народ, очень-очень много, значительно больше, чем былые времена, учат Тору, и дай Бог, чтобы действительно, это была заслуга еврейского народа, чтобы действительно, заслужить с Божьей помощью хороший год. Теперь вернемся, продолжим, скорее всего, с темой раскаяния, на самом деле, эти дни, которые сейчас, в которых мы сейчас находимся, по-разному их называют, некоторые называют их Ямим Нараим, Нора, это страшные, то есть страшные дни, некоторые говорят, наоборот, это Ямим, Рахамим, Рахамим, это, наверное, наоборот, милосердие, Рахам, и прощение, и то, и то, и правда, то есть, с одной стороны, это страшные дни, если человек бы понимал, что происходит, мог бы бояться, но с другой стороны, Всевышний очень хочет, чтобы мы раскаялись, исправились, поэтому это Рахамим, Гемора приводит два отрывка из Танаха, которые, на первый взгляд, противоречат, в одном месте написано, что Всевышний всегда нас слышит, в другом месте написано, кстати, этот отрывок читали, в синагогах, в пост, держу вашем би-эмоции, держу вашем би-эмоции, би-эмоции, это звучит, как будто, ищите Бога, там, где Его можно найти, состоит запечатление, что Он не везде, что есть, как бы, особые места, особые времена, и вот тогда с Всевышним можно разговаривать, так и можно говорить, что, если община молится, у общины, как бы, всегда есть пропуск, если еврей, как один еврей молится, есть, только определенные времена, и Геморг говорит, что это 10 дней раскаяния, 10 дней раскаяния, каждая еврейская молитва в себя несет силу, как будто целая синагога молится, то есть, само собой разумеется, когда Всевышний получает, если так можно сказать, грубо, просьбу, целой общины, она в небесной канцелярии рассматривается по-другому, так, 10 дней раскаяния, в которой мы сейчас находимся, каждая еврейская молитва одного человека, это как будто, как будто молится общину, так и Мора говорит, и в эти дни у нас, как бы, пропуск, точно так же, как есть, есть люди, которые занимаются бизнесом, у которых, есть, как бы, сезон, базарный день, или, там, сезон какой-то, есть люди, которые, там, на Песах что-то делают, и потом на целый год это хватает, этих заработанных денег, есть люди, которые закупают виноград в зависимости, виноделы, например, виноделы, у них, там, определенный сезон, когда они собирают виноград, они делают вино, и у евреев сейчас, как говорится, сезон, то, что мы сейчас, за эти 10 дней, у нас уже 3 дня прошло, я не знаю, когда вы меня будете слушать, в эфире, но то, что в этот день еврей может достичь, значительно больше времени, и сейчас, если интересно, была такая история, один еврей пришел к раввину, и у него была проблема с деньгами, он хотел работать в 9 дней, 9 дней, это 9 дней траура, между Рошхойдаш-Ав и 9-ой авы, и этот еврей, там обычно не принятая работа, он пытался, он сказал, надо же делать иштадлут, надо же делать, то, что в наших силах, пытаться, так ему раввин сказал, иштадлут, вот это, пытаться что-то сделать, надо в 10 дней, а не в 9 дней, в 10 дней, в эти 10 дней, которые сейчас происходят, рассказывают про Рабхаем Каневский, благословенную планету, Рабхаем Каневский, все 10 дней раскаяния, каждый день он заканчивал всю книгу Телли, он сказал, что это его усилия, денежные, каждый еврей же должен что-то делать, чтобы у него была парнаса, чтобы ему Бог давал деньги, так это его усилия, он каждый день, 10 дней раскаяния, заканчивал Телли, и слава Богу у него, но хлеб с маслом у него хватало, я не могу сказать, что он был богатый, но слава Богу, то есть это те дни, когда у каждого из нас есть возможность достичь чего-то, попросить чего-то, мы добавляем специальные молитвы, мы говорим молитву, Абину Малкейну, то есть все эти 10 дней, и самая верхушка, если так можно сказать, это Йом-Кипур, в которой здесь 5 молитв, Иноила, то есть надо постараться не упустить эти моменты, потому что я рассказывал, что в эти дни судятся евреи, то есть есть мудрецы, которые говорят, что мы в эти дни тлуим в МД, мы как бы висим в воздухе, некоторые говорят, такой пример, что человек, у которого на шее петля, и под ним уже стоит эта бочка, и теперь должно быть принято решение, или снять с него петлю с шеи, или выбросить, или скинуть бочку, так никто, конечно, примерно в эти дни, нам уже вражешенную, первичные, как бы, прослушали наш берегик, что нам предстоит, и до Йом-Кипура можно сделать апелляцию, можно исправить, до подписи, это те дни, что сейчас происходят, поэтому, конечно, каждый еврей должен постараться это сделать. Интересно, что в Йом-Кипур, в Минху Йом-Кипура, то есть уже конец Йом-Кипура будет, мы читаем автору, автора, очень короткая книжка, если вы посмотрите книгу пророков, там есть пророки, которых по именам называют, а есть как бы они вместе собраны 12 пророков, и один из них, это книга Йона, Йона, это очень интересно, такая сравнительно небольшая книжка, мы читаем всю книгу в Йом-Кипур, во время Минхи, в двух словах, история Йоны была, что он должен был пророчествовать в городе Нидве, он должен был попросить, поправить их, не дела, и направить их на путь истины, он не хотел пророчествовать, для целой истории, почему, и он хотел, если так можно сказать, убежать от Бога, он специально пошел на корабль, и когда корабль поплыл, началась страшная буря, причем, моряки этого корабля увидели, что буря только вокруг этого корабля, то есть все вокруг корабли спокойно плывут, спокойно, штиль, все в порядке, только вот вокруг этого корабля была страшная буря, в этот момент Йона пошел на дно, в свою каюту, и пошел спать, когда все, там написано, что все на корабле, там были представители, чуть ли не всех 70 религий, 70 народов мира, все начали просить своего Бога, с маленькой буквы, и не помогал, и потом они заметили, что там кто-то спит, в каюте в этот момент кто-то спит, его разбудили, что ты спишь, и он признался, что я еврей, это все из-за меня на самом деле, потому что я хочу убежать от Бога, но вот эта фраза, почему ты спишь, мы читаем в Янки-Поль, что человек, иногда человек может спать, когда, с одной стороны, такие замечательные дни, такая возможность, но человек может просто практически, можно физически проспать, а можно духовно проспать, если кого-то Рожошана с Шаваром не разбудили, так человек может, эта фраза у Йоны, когда ему мариаки скажут, чего ты спишь, это знаменитая фраза, еще интересно, наши мудрецы приводят очень прекрасный пример, который на первый взгляд непонятен, рассказывает пример, что один царь, посадил в тюрьму многих людей, которые провинились по какой-то причине, то есть в тюрьме сидели многие по заслугам, и один раз надсмотрщик зашел в камеру и увидел, что оказывается, они все сбежали, он увидел туннель, через который все сбежали, и один заключенный остался, один заключенный остался, так написано, что у нас мочек начал его пороть, он сказал, как тебе не, тут вот туннель, что ж ты не ушел, и он начал убить, так мудрецы говорят, что то же самое в 10 дней раскаяния, у нас есть какой-то туннель, у нас есть возможность исправиться, и человек, который не использует эту возможность, это значительно страшнее, если просто человек не ркается, не исправляет свои ошибки, он занят, но когда ему дают возможность, так это значительно более суровый грех, более серьезный грех, вопрос, простые люди, когда слушают этот Машау, пример, на смоточник приходит, все бежали, один остался, надо было поцеловать его, спасибо, дорогой, почему, почему, приходит, вспоминается, хорошая шутка, была какая-то шутка, когда женщина пришла в Советском Союзе, к насмотрщику тюрьмы, и говорит, вы знаете, вы не могли бы что-либо сделать, мой муж так тяжело работает, насмотрщик говорит, что он работает, куда же уже легче, он конверты клеит, ой, да, он конверты клеит, а что-то мне писал, что там какой-то он роет какой-то подземный ход какой-то, я не знаю, да, понятно, что любой заключенный хочет бежать, и он сейчас один отстал, остался, один, вот он остался, надо было бы, спасибо сказать, почему насмотрщик в этом, машале, в этом примере такой злой ответ вот какой что это показывает что заключенный не понимает своего наказания вся идея тюрьмы чтобы человек был наказан бог тоже не хочет нас наказывать потому что он злой или строгий свыше иногда наказывает своих любимых сыновей чтобы исправить и чтобы помочь чтобы не вернулись если заключенный в тюрьме сидит и он когда у него перед ним вот готово место беги ты можешь спасти ты можешь выйти на свободу и он этим не пользуется это показывает что он не понимает как из своего положения он не понимает что он наказал он не понимает что он согрешил так евреи если сейчас проходит 10 дней поколения так они называются смотрите в седу специальные вставки специально ставка 10 дней покаяния если не покаяние 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 если евреи просто читает даже с него войну читает но как-то не до этого там он уже уже надо думать и сукустро и знаете что дальше куда там ехать туда человек это не дай бог похоже на на того заключенного который не по не не убежал когда он мог убежать человек должен попробовать еще одна на мой взгляд если немножко проблема что мы просто привыкли к некоторым вещам человек почему действительно люди не меняются смирились и свыкли со своим положением есть вещи которые здесь более-менее планка особенно люди которые были далеки от той и потом они вернулись то что называется большевая люди которые просто не знали про религии они познакомились религию многие из них дошли до кого-то уровня они начали соблюдать кашубер слава богу соблюдать субботу есть вещи которые можно было получше но это уже все тоже с меня хватит я уже много лет так соблюдаю все это уже хорошо люди которые родились в религиозных сетях извините точно также они на ком тур не находятся то что я делаю я делаю остальное не трогайте меня скажите спасибо за это поэтому процесс шува раскаяния возвращение очень тяжело исправится да теперь есть интересный мэдрэш гимора когда хоронили нашего прадца якова мы немножко перейдем во времени когда были похороны нашего прадца якова все его 12 сыновей пошли за гробом и они пришли город хеврон хоронить своего отца якова друг приходит эйсав и говорит что чем вы собираетесь хоронить место в хевроне принадлежит мне я ведь первенец получается на что похоронен отец и цхак и наша мать похоронена рифка и теперь одно место осталось так это моё место что ему дети сказали своему любимому дяде ну ты же продал первым туда-сюда потом он сказал хорошо даже если продать я вас доказали за что я продал в египте оставили так нафтали он был самый быстро бегающий нафтали побежал в египет за официальным за официальным бывало я что действительно место в хевроне марата махпела была действительно продана в этом у меня когда все это происходило там был дан хушим бен дан у данного 11 12 колен был сын это что был он был очень плохо слышал то есть он не то что он был совсем глухой но написано что он очень тяжело слышал ему тяжело было слышать и очень неприятно что происходит вы что походят бегают кто-то кто-то побежал и у вас просил своих родственников что происходит ну сказали ну вот это эйсав пришел эйсав он ему не не разрешает нас хоронить нам хоронить якобы я нафтали побежал и и и и хушим сказал так что пока что пока судьбе делом мой дедушка так будет лежит гроб лежит гроб моего дедушки позориться хушим взял и срубил голову этого эйсав там спор кто айсав убил но действительно хушим просто человек простой он срубил голову эйсава и все похоронили якобы и и так это мирно закончили мирно закончился весь этот раздов комментарии задают вопрос то что хушим хушим который был внуком якобы ему кого честь дедушки было ближе к сердцу чем детям якобы там же был иосиф там уйдут там были великие колено израилем хушим этот полуглухой внук вот ему это как бы болело сердце за за дедушку такой какой все остальные они пришли к евро не начали разговаривать из а вам и сам сказал так они ему ответили то он в ответ на этот ему на пилочке такой аргумент такой аргумент такой аргумент на denace вопрос это плавно 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 не спускай спускать спускались плавно и потом они не уже забрали область в разговор то ли пошел к кушу еще не слышал нужен пришел в эту середину каббы а не фильма пришел и он смог я не знаю что происходит я только знаю что лежит гроб с телом моего дедушки покойного его не хоронят это кстати очень большая проблема евреев всегда принято евреев максимально быстро похоронить что никто не знает опять у не знаешь душа как бы не может успокоиться пока тело не похоронить поэтому евреи всегда крестом может других народов подождать пока соберутся подождать воскресенье следующее воскресенье евреи всегда был обычай хоронили чем раньше тем лучше и поэтому когда хуже увидел что позорить получу моему девушку позорит взял и вы сразу вошел ситуацию такой иногда в нашей жизни происходит то же самое надо мы настолько привыкли к чему-то к сожалению некоторые вещи без еврейский народ чему-то привык уже живет 2 тысячи лет за пределами израиля мы уже свыкли с этим мы свыкли с многими вещами свыкли что что как евреев иногда позорим и свыкли с вещами что большинство еврейского народа к сожалению не соблюдают простые вещи в торе что мы многие вещи к весе весы на руках внутри нас очень многие просто привыкли человек который понимает глубине души что он должен соблюдать кашрут я беру пример если вы соблюдаете кашрут приятного аппетита если вы не соблюдаете слушайте внимательно человек знает глубине души что он должен соблюдать кашрут он евреев уже понимаешь все его дедушки бабушки сколько отдавать и материальный не такая-то уже свыкся теперь если ли которые соблюдают кашрут но не должны соблюдать кашрут немножко более строже они должны больше соблюдать есть вещи которые можно кушать но сомнительно кушать но мы уже свыкли мы привыкли и в глубине души если сесть с этим евреем и поговорить с ним суждаем ты думаешь не женщине не думаешь что все-таки всевышний от тебя ожидает чего-то большего он согласится но он выключился он привык это так иногда перейдем кипуром тут это то что иона который спал и когда пришли моряки ему сказать пора проснуться начинать должен просто посмотреть на себя со стороны вот как бы его прабабушка бы на него с небес посмотрела как он сейчас себя ведет некоторые вещи можем опять-таки евреи хорошие ни коем случае не не хочу наговаривать не хорошие вещи евреи сколько действительно сколько всего хорошего сколько действительно и люди которые были полностью оторваны от иудаизма и не возвращаются и соблюдают и некий тяжело конечно когда человек 60 70 80 лет жизнь прожил так и теперь меняться это очень тяжело и я уверен что всевышнему это очень дорого и приятно но когда сейчас эти дни наша цель не не столько себя хвалить какие мы хорошие холик кто-то у нас другой поспал мы должны исправиться поэтому проснуться вот это то что ион иона ему сказали что ты спишь чем интересно дальше его разбудили вернемся к йону в лодку йону йону некоторые произносят так когда его разбудили ему рассказали историю когда это моя вина бешилый да действительно я виноват потому что я хотел убежать от ашама да произошла небольшая запинка так интересно что брискеров он подчеркивает этот момент что людям природно люди природно привыкли всегда винить кого-то другого кто-то в этом другой виноват не я и он и сразу принял удар на себя и он сразу по что виноват он и он должен что-то делать поэтому он сказал да выбрасывайте меня за палубу человек в жизни на приходит особенно эти 10 дней дней раскаяния наша сейчас цель нам исправиться да есть вещи которые действительно мы не виноваты есть вещи которые другие надо исправиться в нам должны быть в эти дни мы должны взяться и постараться максимально исправить то что в наших силах и даже сам факт что человек хочет исправиться даже это засчитывается приводится интересно что чувак проскаяние если несколько как бы шагов есть разные мнения но основные три шага это прошлое настоящее будущее прошлое человек должен осознать и сожалеть ты на самом деле никто это делать на две разные части то есть человек должен осознать я должен сожалеть потом он должен сказать он уже прямым текстом сказать всевышнему что он грешил то есть человек должен называется виду то что мы в дин кипур делаем мы перечисляем наши грехи мы действительно сознать говорим что мы согрешили храмом считаю что без этого наше раскаяние неполноценно и на будущее человек должен взять обязательство перед самим собой перед всевышним больше не грешить интересно что даже человек который сделал не все третьих части но хотя бы одну из них и даже не полностью это тоже немножко чувак это тоже шаг в сторону ашему приближается к всевышнему единственное что ему если россии но сам факт что человек уже пытается это очень большое достижение и где море написано что когда мы откроем для всевышнего отверстие величиной с ушкой иголки всевышний уже готов с как бы с нами работать то есть маленькая девочка маленькая девочка начал уже готов поэтому человек в эти 10 дней хотя бы если уже чет не готов исправиться полностью хотя бы осознать и принять ну понятно что что есть есть что исправить и и и и если чем работать интересный момент что когда муж говорит на наш что должен понять свои ошибки в т.р. написано что всевышний он судит человека за его деяние ишка маасел за его деяние и комментарии говорят что чем же хвала всевышнего что доброта что он судит содеяние понимаете если кто-то кому-то пожелает чтобы у тебя был такой год как ты заслужил многие люди бы испугались мы хотим чтобы всевышний нам был лучше чем мы заслужили даже надеемся пытаемся а то написано что всевышний судит человека за его дела так вадима шаравин обстроил дружину рассказы прекрасный пример один раз вор забрался на чердак он давно уже посмотрел под приклеился ему там богаче такой богатый дома забрался наконец на чердак и хотел попасть ночью в сам дом и нет не может попасть так очень же чердака никакого входа в дом нет ему обидно было он потратил время пока он забрался ну хоть что-то же надо взять и у вас в этом какой-то здоровый болт такой красивый такой большой ну хоть что-то домой заберу начал откручивать кручать блин и такой крутится и даже почему хочет его достать и вдруг страшный грохот страшно чуть ли не взрыв он испугался оказывается его еврейское счастье на этом болте держалась люстра основная игра главная люстра у богача в доме на этом держалась и вся эта огромная люстра рухнула соответственно сколько она стоила сколько там внизу разбилось ну и вы хоть поймали и теперь должны судить тебе вопрос как его судить с одной стороны он разбил крустальную люстру огромную драгоценную это сколько она стоит с другой стороны он пытался украсть один болтик он не хочу совсем невинный тоже нет но он не забирался такое страшное дело для богача так всевышний когда судят к мосе только наши деяния так как мы их видим наши деяния несмотря на то что все иногда из наших деяний последствия могут быть страшные поэтому объяснение всевышний судит на наши деяния иногда возможно ситуация человек например не соблюдает субботу многие из людей кто не соблюдают ли не до конца соля для отсюда они просто не до конца пойма что такое нарушение субботы из зачем примитивно посмотри литературу которая объясню что вторый написано что главный написано что происходит когда человек нарушать субботы какие наказания так далее все мы соблюдали субботы не понимая не так отани как они догадывается то же самое сх forty-ı на то же самое ну каком жениться многие вещи и бреи просто не до конца понимаю если это происходит потому что он не хочет понимать Он не хочет слушать, ему говорят, а он просто не слушает, не считается. Знаете, если человек закрыл уши, но когда человек не по своей вине, человек жалился не в той среде, человек действительно воспитан был не в той среде, не в том духе, в сегодняшний, у него будет какая-то другая программа. Это даёт, конечно, немножко надежды, но с другой стороны, нам, это то, что мы да знаем, то, что мы обязаны исправить, это мы да обязаны исправить, и в эти 10 дней, это наш шанс, то, что нам Всевышний ждёт, понимаете, некрасиво, даже когда человек, кто-то вас ждёт. Телегентно некрасиво, там человек ждёт, давайте по-быстрому. Всевышний от нас, все вот эти минуты этих до Йом-Кипура включительно ждёт, чтобы мы к нему вернулись. Интересно, раз я хочу несколько слов про Йом-Кипур, конец 10 дней это Йом-Кипур, будет Шаббат, Шуба, вот это будет Шаббас и потом Йом-Кипур. Кстати, про Шаббас, на минутку хочу отлучиться от этой темы. В Шаббас мы читаем то, что я уже сказал, глава Ваейлых, но автора не связаны напрямую с главой Ваейлых, автора тоже про Чу, про Раскань. И там написано во втором послуге, это пророк Хоишея, там написано, что Хоишея говорит, что возьмите с собой слова. Хуи мохэм дворим. Потому что учатся слова, есть два объяснения. Первое, это Тора, когда мы учим Тору, это слова. Второе, это молитва. Это два пути, когда человек, и на мой человек, он хочет быть хорошим, но просто не получается. Я хотел бы это соблюдать, я бы хотел бы это, но я не могу. Так, во-первых, если человек учит Тору, сама Тора очищает его. Само изучение Тора, много раз это упоминали, оно как стиральный порошок, оно просто стирает с нашей души эти пятна. И молитва, когда человек просит Бога, Бог ему поможет. Подчеркивается там, подчеркивается в этом же Медаше, что когда евреи выходили из Египта, они возопили Богу, и Бог их вывел из Египта. Они в Египте тоже, они были на очень низком духовном уровне в Египте. Они там, как в болоте, если так можно сказать, были, в духовном болоте. Но когда они запили к Всевышнему, он их туда достал. Так, Всевышний ждет, хотя бы, если человек, может быть, физически не чувствует, что он может раскаяться и приблизиться, но он может помолиться, он может попросить, он может захотеть хотя бы. Так это наша недельная глава, вот эта автора, хотя бы еще раз Тора, и молитва попросить Всевышнего, чтобы он нам помог. Кстати, когда вы молитесь, просите не только за себя, просите, если у вас есть родственники, если у вас есть знакомые. У нас есть... Все мы знаем евреев, которые могли бы и хотели бы жить лучше, чем они живут. Когда я говорю лучше, не только материально, имеется в виду духовно. Есть очень многие люди, которые вздыхают, когда им говорят про еврейские обычаи, тогда, ну, что можно делать, им неприятно, им обидно. Надо помолиться, чтобы Богом помог действительно вернуться и исправиться. Теперь в Йемки-Пур. В Йемки-Пур, очень интересно, перед Йемки-Пуром, в сам Йемки-Пур, митцва поститься, если обязаны поститься, это самое-самое, на самом деле, важный момент в Йемки-Пур, это пост. То есть, конечно, важно раскаяться, важно все остальное, но пост, это важнее, чем что-либо, когда у человека возможность самому поститься, если кто-то может повлиять на кого-то другого, чтобы хотя бы в Йемки-Пур не кушать, это очень, не кушать, не пить. Интересно, что перед Йемки-Пуром есть заповедь кушать. Она намеком написана, может быть, не так бросается в глаза, но перед Йемки-Пуром Бог специально повелел специально кушать. Есть разные объяснения в этой заповеди, простое объяснение, просто, что у нас были силы, это показывает любовь Всевышнего. Всевышний, который дал нам обязанность не кушать, поститься, как любящий отец, который за нас переживает, он нам специально сказал, проследите, чтобы вы покушали перед этим. То есть, это митство кушать перед Йемки-Пуром нам напоминает о любви Всевышнего к евреям, что Вивеев, он любит, даже когда Всевышний нас немножко наказывает, он делает вещи, которые, на первый взгляд, нам неприятные, болезненные, пост и так далее, он хочет, чтобы нам было хорошо. Еще одно объяснение, что когда мы постимся, мы говорим, что пусть, там есть такое выражение, что пусть кровь и жир, крови плоти, с такими мужиками, которые я теряю, человек, который постится, он худеет, и он теряет калории, теряет все. То, что он потерял, это пусть будет как жертвоприношение. Как будто он принес карбан, точно так же, как в храме, на жертвенник шли жир и кровь животного. Я от себя как бы приношу свою, свой жир и кровь, если так можно сказать. Так приводится, что в храм, если человек приводит барашка в храм, барашек какой-то там хромой, непонятно где, украденный, и какая-то проблема с барашкой, это плохой карбан, это плохое жертвоприношение. Так специально Бог нам дал митцву кушать перед Йом-Кипуром, чтобы наша кровь, наши калории, которыми тело наполнено, они были из святого источника. Это митцва? Значит, я весь день кушал. Это была митцва кушать? Так теперь, когда я приношу карбан, когда я приношу жертвоприношение, это как будто святой карбан. То есть действительно, оно основано на святости. Йом-Кипурим, кстати, обычно произносится Йом-Кипур, но написано, полное название дня, это Йом-Кипурим, множественное число, и включаются и живые, и мертвые. Даже люди, которые покинули этот мир, их не души судятся, поэтому мы живые, которые, у нас есть возможность, у многих нету родителей или каких-то предков. В Йом-Кипур принято зажечь свечку. Конечно, перед Йом-Кипуром зажечь свечку, сказать и скор. И если еврей ведет себя хорошо, его родители или бабушки, дедушки, на том свете получают, если так можно сказать, недошинахас. То есть они гордятся, понимаете, многие люди после того, как они покинули мир, они все стали религиозными. Они уже там, они уже видят правду. И теперь, когда они видят, что их потомок соблюдают Тору, приносят завтрак, оно им идет в Йом-Кипур каких-нибудь заслугах, потому что они привели этого сына или внука в мир. Если сто раз, не дай Бог, внук ведет себя плохо, так, к сожалению, он наоборот позорит, не только себя он позорит, но позорит даже тех, кто на том свете вот этот позор, что вот они привели его в мир, так в Йом-Кипур. Это еще одна идея. Люди, которые даже не пришли к религии, но, к сожалению, у них, может быть, родители были, покойные родители, которые не удостоились. Мы, когда соблюдаем, надо помнить, что когда мы соблюдаем, наши митцвы тоже идут заслуги, поэтому люди говорят Кадыш, говорят Искор, дают Задаку. Все эти вещи идут в Йом-Кипуре.